Друзья мои, всем привет! Вы снова на канале Дэр Хантер. Сегодня мы с вами поговорим вот о чем. Совсем недавно у нас на канале вышел ролик о возможных правовых последствиях такой ситуации, когда у владельца оружия срок действия его Рохи, его разрешение на хранение оружия, еще действует, а срок прохождения медицинской комиссии уже истек. И вот вы знаете, многие, я бы даже сказал 90-95% нашей аудитории адекватно все это восприняли, а многие даже уже и сталкивались с такой ситуацией, и в своих комментариях отразили это, написали, что да, все так и есть, нас это уже коснулось. Однако вот какой-то процент зрителей, знаете, все-таки недопонял. Скажу честно, кто-то даже и просто наотрез отказался понимать, просто не захотел понимать. Вот те, кто недопоняли, ну почему это произошло? Первая причина. Возможно, я объяснял плохо, да, но я в одном ролике объяснил, как было раньше и как сейчас, и возможно, это некоторым образом ввело зрителя в заблуждение. Возможно, кто-то посмотрел ролик на перемотке, да, там, протаскивая вперед курсор. Возможно, кто-то посмотрел его без звука, но тем не менее остались зрители, которые недопоняли. И сейчас мы с вами повторно, предметно, на пальцах, на листе бумаги, да, при помощи графиков, все я вам наглядно еще раз объясню, чтобы не осталось людей, которые этот момент не поняли и не уяснили. Потому что, друзья мои, поймите, это момент, этот касается всех владельцев оружия. И этот момент должен держать на контроле каждый владелец оружия, потому что последствия могут быть самые пренеприятнейшие, о чем мы также сегодня поговорим. Но, друзья мои, прежде чем мы приступим к рисованию каких-то графиков, да, и объяснению всего на пальцах, давайте вместе с вами в режиме вот онлайн сейчас прям ознакомимся с основными требованиями статьи 6.1 Федерального закона об оружии. Итак, статья 6.1 «Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием». Одним из требований этой статьи является утверждение, что «Граждане, являющиеся владельцами оружия, приобретенного на основании лицензии на приобретение оружия, проходят медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет». Граждане, являющиеся владельцами, то есть уже являющиеся владельцами, приобретенного на основании лицензии, то есть сначала человек получил лицензию, потом он приобрел оружие, и вот эти владельцы оружия мы с вами проходим медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием не реже одного раза в пять лет. Но все понятно, те, у кого уже есть оружие, кто уже получили лицензию, получили РОХУ, вот они проходят медкомиссию не реже одного раза в пять лет. Еще одним важным моментом, на котором мы обязаны заострить внимание, является утверждение этой же статьи о том, что срок действия медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его оформления. Вот знаете, на этом моменте возникла такая путаница, люди начали нервничать, психовать, как так, то один год, то пять лет, как, кого слушать, кому верить, ну все ясно и просто, все вот куда еще проще, и тем не менее многие путаются, начинают путать остальных, как так, то год, то пять лет, нам что один раз в пять лет, каждый год проходить в течение этих пяти лет, и вот начинается, да, вот этот вот психоз и нервотрепка. Хотя все доступно, нормально, прописано. Одним из основных моментов, которому мы обязаны уделить свое внимание, да, является статья 26 Федерального закона об оружии. Статья 26. Аннулирование и изъятие лицензии на оружие. Итак, что же она нам гласит? Точнее, нам важен пункт пятый, который гласит следующее. Лицензия на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение, либо хранение и использование оружия, аннулируются органами, выдавшими эту лицензию и или разрешение, и изымаются в случае. В случае нарушения, установленных настоящим федеральным законом, сроков прохождения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием или срока прохождения химико-токсикологического исследования, наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Пункт пятый, внимание. Нарушение, установленных настоящим федеральным законом, сроков прохождения медицинского освидетельствования. Ну и уже теперь вооружившись знаниями статьи 6.1 и статьи 26 Федерального закона об оружии, прохождение медицинской комиссии и изъятие и аннулирование лицензии на оружие, мы с вами перейдем камеру в режим «Говорящие руки», где я подробно, на пальцах, наглядно, при помощи листа бумаги и двух авторучек разных цветов, объясню вам, как же все-таки может сложиться такая ситуация у владельца оружия, когда его роха еще действует. Дано в сроках, а медкомиссия уже просрочена и оружие подлежит изъятию, а роха аннулированию. Итак, друзья, вот наш гражданин Российской Федерации, который решил стать владельцем оружия. Вот он прошел медкомиссию. Медицинское учреждение, где он проходил, выдает ему заключение о том, что он годен. Медицинское заключение падает в электронную общероссийскую систему базы данных, где хранятся десятки, сотни, тысячи медкомиссий наших граждан, в том числе и нашего гражданина. Так вот, в тот день, когда медицинское учреждение передало в базу данных его заключение, пошел срок действия медкомиссии. И воспользоваться ей может наш будущий владелец один год. Ну, большинство граждан, конечно, незамедлительно обращаются в Росгвардию за получением лицензии на покупку. Ну, например, наш будущий владелец оружия заболел на один месяц. Или он уехал в командировку на шесть месяцев. По приезду из командировки он обращается в Росгвардию. Да? В Росгвардию. Прошло шесть месяцев. Болел, уехал, женился, разводился, делил имущество, вступал в наследство. Ну, не до оружия было человеку. И вот через шесть месяцев, срок действия год, через половину этого года он обращается в Росгвардию. Росгвардия делает соответствующий запрос в медицинскую базу данных. Менять никакие даты сотрудники Росгвардии там не могут. Они видят дату, когда прошел владелец медкомиссию, когда она упала в эту базу данных. В положенный срок, установленный законом, сотрудники Росгвардии выдают человеку лицензию. Правильно? Ну, нормальный гражданин в 99% случаев сразу идет и покупает оружие. А кто-то еще думает, ходит месяц. Да, он может ходить по закону до шести месяцев. Ну, например, наш гражданин ходит месяц. И через месяц покупает ружье. Сдает документы в Росгвардию. В установленный срок ему выдают Роху. Вот, получает он Роху. Все. И вот отсюда пошел, друзья мои, срок действия Рохи. Как мы с вами изучив законы, да, уточнили. Он 5 лет. Роха выдается на 5 лет. А так как, друзья мои, Роха выдана ему через, ну, например, 7 месяцев, да, 7 месяцев, Роха будет действовать с момента выдачи 5 лет. А медкомиссия, друзья мои, будет действовать 5 лет. Но с момента, как она упала в базу данных. И здесь мы видим, что Роха еще 7 месяцев действует. А медкомиссия уже не действует. Не действует медкомиссия. И в таком случае, владелец оружия может лишиться своего оружия. Лицензия на оружие подлежит аннулированию, а само оружие подлежит изъятию. Вот такая вот ситуация. Надеюсь, на вот этом примере все ясно и понятно. Насколько здесь позже, настолько здесь раньше. Я согласен, друзья мои, что это неправильно. Но, тем не менее, согласно норм требований буквы закона, это именно так. И поверьте, это не инициатива сотрудников лицензурно-разрешительного отдела Росгвардии. Нет. Это требования закона, которые мы обязаны соблюдать. Таким образом, мы должны контролировать как действие срок своей Рохи, так и срок действия своей медкомиссии. Вот как-то так. Какие правовые последствия могут наступить? У нас будет в случае аннулирования Рохи прерван стаж, например, пятилетний на нарезное оружие. Человеку надо будет заново это все набирать. Как я уже сказал, никакой административной ответственности за это не предусмотрено. После прохождения медкомиссии и предоставления сведений, оружие возвращается своему владельцу с новой Рохой. Но стаж на нарезное, как я уже сказал, прерывается. Я понимаю, что несмотря на то, что мы вот сейчас все подробно обговорили, прописали, разжевали и в рот положили, останутся граждане, которые не смогут понять, а которые просто не захотят понять этого. Их внутренний мир, внутреннее восприятие настолько против всего, что они просто отказываются это понимать. На лицо падает забрало, человек упирается рогом в стену, бьет, пытается ее проломить, спорит, конфликтует, топает ногами, брызжет слюной, все не так, этого не может быть. И ни в какую не хочет понимать объективной реальности. В самом завершении этого видео я хотел бы сказать, заострить внимание на том, что каждое мое слово в этом ролике, оно согласовано с сотрудником Росгвардии. И оно соответствует нормам и требованиям федерального закона об оружии. Поэтому, ну что, я понимаю, что тот, кто хочет оставаться в своем заблуждении, он в нем останется и будет продолжать в это свято верить, пока не упрется в этот вопрос. Те, кто понял, я надеюсь, таких абсолютное большинство хорошо. Кто все-таки недопонял, да, не хочет понимать, а недопонял, ну напишите в комментариях, я еще постараюсь что-то как-то объяснить. Хотя, думаю, что уже подробнее, наверное, некуда. В своих комментариях обязательно напишите, возникали ли у вас такие ситуации. Ну и, наверное, на этом будем заканчивать. Я всем рад, всем спасибо, что смотрели этот ролик. Увидимся на стрельбище или на полигоне. Всем пока!